Фанта, Пепси, Кока-Кол! Поднимите руки, кто не проснулся еще! Несмотря на штормовое предупреждение и ветреную погоду, в Архангельске солнечный фотокросс состоялся. За час до старта участники начали приходить на регистрацию, и организаторы всеми силами старались согреть команды. Не побоялись замерзнуть 84 из 113 зарегистрировавшихся команд. У многих из них уже есть серьезный опыт участия в фотокроссе. Впервые это мероприятие прошло в 2009-м, в Год Молодежи. И с каждым разом приобретает все больше масштаб. Сегодня здесь и Архангельска, и Северодвинска, и Новодвинска, и Холмогоры. Я надеюсь, что этот проект станет настоящим молодежным спортивным движением. Перед стартом традиционная волна руками, обратный отсчет и бегом за заданиями. Куда привозят мечты, ключи от города. Я знаю художника, когда спит, минута славы, 60 секунд, палево, влияние моды, тайна севера. За несколько часов все участники должны выполнить, собственно, задание, которое находится в этом конверте. Задание называется фото, собственно, кроссы, да, или просто кроссы. Контрольное время для них это 4 часа, да, а после 4 часов уже идет штрафное время. Для команды Кукис это уже шестой фотокросс. В этот раз они начинают выполнять задания с темы «Глазами художника». Нам нужен вот кто будет сидеть, кто будет рисовать, ну и к чему рисовать. Участницы команды – студентки Института естественных наук и биомедицины САФУ. Возможно, именно это повлияло на их подход к раскрытию темы. Задумка в том, что обычно художники такие люди творческие, и они воспринимают все по-своему. Вот, и тут комическая такая ситуация, когда девушка считает, что она такая красивая, а художник запросил ее уткой, вот, которая выпячивает губы очень сильно. Команду «Фарфор» мы застали на задании кросса «Палева». В одну из кофейн города они пришли со своим термосом и бутербродом. Наша съемочная группа тоже приняла участие в фотокроссе. Мы стали моделями на тему «Минута славы». Мы сфотографировали уже около трети своих кроссов и собираемся уже двигаться к финалу. Больше всего мы рассчитываем на ту фотографию, которую еще не сфотографировали. Скорее всего, это будет наш фирменный фридлайт. Одной из полюбившихся тем фотокросса стали «Тайны Севера». Участницы команды 0,5-х так глубоко вошли в образ созданный на их фотографии, что даже на финишной прямой появились в костюмах белых медведей. Они считают, что лучше всего раскрыли тему глазами художника. Смотрит художник на дерево пустое, а рисует его ярко, потому что он как-то видит его. Отдать фотографии организаторам нужно было до 16.00. Кто опаздывал, получал штрафные баллы. Это правило конкурса заставило команду «Кукис» до финиша бежать. Они рассказали, что несмотря на плохую погоду, большинство своих фотографий сделали на улице. Как студентка ИНБ меня такая погода не испугала. Для нас это нормальные условия. Говорить о победителях фотокросса пока рано. Но об общем впечатлении от фотографий можно сделать выводы уже сейчас. Фотографии, судя по реакции операторам, довольно забавные. У них там они все улыбаются, даже смеются, я бы сказала. Видимо, там что-то невообразимое. Подведение итогов фотокросса пройдет 19 мая. А до этого времени участники могут строить свои догадки в группе «Фотокросс в Архангельске» ВКонтакте. Таисия Машкова, Петр Меньшиков, Артем Юдин, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.